Ветераны Смоленской атомной станции не сидят на лавочке, и каждый день проводят какое-то мероприятие. Ветеранская организация Смоленской АЭС признана лидером в атомной отрасли по работе с молодежью. Сегодня мы увидели настоящий праздник. Нас сегодня зритель встретил, ну как желанных долгожданных гостей. Аншлаг на концерте группы «Доктор Ватсон». Я бы хотел выразить слова благодарности нашим строителям. Приятно, что в зале наши сотрудники, наши гости, особенно женщины. Открытие нового актового зала в акционерном обществе «Атомтранс». Искусство поднимает любого человека на ступень какой-то определенной жизни, и он должен стремиться достигнуть какой-то ступени, не остановиться на этом. Торжественное награждение призеров литературного конкурса. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 29 энергоблоков, в ремонте 6 энергоблоков. Суммарная мощность по концерну 24 539 мегаватт, суммарная выработка 43 422,8 млн кВт-ч, что соответствует 104% от задания ФАС. О техническом состоянии станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-2 энергоблоки, нагрузка суммарно 2097 мегаватт, существенных замечаний нет по работающим блокам. Третий блок, 285-е сутки, ремонт с модернизацией, стадия пусковых операций. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 11 дней марта составила более 500 млн кВт-ч, что превышает плановое задание на 2 млн. С начала года Смоленская АЭС выработала более 3,2 млрд кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Ветеранская организация Смоленской АЭС признана лидером в атомной отрасли по работе с молодежью. Об этом сообщил журналистом Десногорска председатель Совета межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» Виктор Черкасов в завершении отчетной конференции ветеранов Смоленской АЭС. Буквально две недели назад прошел съезд ветеранской организации отрасли и на этом съезде ветеранская организация Смоленской АЭС была признана лидером по направлению работы с молодежью и был вручен соответствующая награда. И это и есть оценка. То есть среди 360 предприятий атомной отрасли и ветеранских организаций атомной отрасли ветераны Смоленской атомной станции стали одними из лучших. По словам директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, производственные традиции, заложенные теми, кто сейчас на заслуженном отдыхе, крайне важны для предприятия. Та работа, которую проводят ветеранская организация на станции и в городе в целом, ну и в Трунации. Сейчас в организации 2593 пенсионера. Это мощная сила, играющая значительную роль во всех делах, которые поручает предприятие. Накопленные знания, производственный и жизненный опыт с радостью передают молодежи на уроках в профориентации, ремесленных мастер-классах и в проектах Росатома. У старшего поколения еще много планов, которые оно с успехом реализует, в том числе и в волонтерском движении Десногорска. 14 человек пополнили его Серебряный фонд. В 2019 году значительная часть событий будет посвящена 65-летию атомной энергетики, 30-летию Всемирной ассоциации операторов эксплуатирующих АЭС и Ядерного общества России, Году охраны труда и здоровья, который объявлен в Росатоме. Музыкальный подарок 8 марта от администрации и профсоюзной организации Смоленск АЭС. На сцене Цессони Трина выступили шоу-группа «Доктор Ватсон» и Анна Демьянова. Праздник весны – очарование красоты и женственности. Так можно охарактеризовать музыкальный концерт «Музыка на все времена». Чтобы были хорошие праздничные дни, выходные дни, мы приготовили вам подарок от коллектива артистов, которые приехали сегодня к нам. Поднять наше настроение, создать нам хорошие выходные дни. Легендарная шоу-группа «Доктор Ватсон» выступила со специальной музыкальной программой. Хорошо знакомые артисты исполнили песни из репертуаров мэтров советской и российской эстрады. Выступление артистов не оставило гостей равнодушными, на что музыканты с удовольствием продлили свое выступление еще на несколько песен. Приятным сюрпризом стало выступление Анны Демьяновой – талантовой певицы с глубоким и проникновенным голосом. Вечер стал настоящим праздником как для зрителей, так и для участников. Сегодня мы увидели настоящий праздник. Нас сегодня зритель встретил как желанных долгожданных гостей. Такое событие надолго зарядит весенним настроением. Говорят, не повезет, если черный, то дорогу перейдет, а пока наоборот. В акционерном обществе «Атомтранс» торжественно открылся новый актовый зал. Коллектив любой компании – это большая, дружная семья. Но в отличие от семьи, поводов для собрания у работников предприятия куда больше. Теперь такая возможность есть и в акционерном обществе «Атомтранс». 7 марта там торжественно открылся новый актовый зал. Строительство шло почти 7 месяцев, и результат работы заметен уже с порога. Современное светлое помещение оформлено в фирменных цветах концерна «Росэнергоатом». В зале установлено более 260 удобных кресел. А прекрасная акустика и оснащение зала позволяют проводить как торжественные мероприятия, так и деловые собрания. Зал соответствует всем современным требованиям предприятия. Я бы хотел выразить слова благодарности нашим строителям. Приятно, что в зале наши сотрудники, наши гости, особенно женщины. Подарком к 8 марта для работников предприятия и проверкой возможностей нового зала стал концерт с участием десногорских коллективов «Ренессанс» и «Десногорочки плюс». Также со спектаклем «Золушка» выступил театральный коллектив 3-й школы Десногорска. Директор акционерного общества «Атомтранс» Михаил Лосенко уверен, что новый актовый зал станет местом проведения большого количества прекрасных концертов и торжественных мероприятий. В ЦСО «Нитрино» состоялось торжественное награждение призеров литературного конкурса «Смоленская АЭС» «Энергия таланта». На творческом вечере объединившим работников атомной станции и жителей Десногорска прозвучали лучшие авторские произведения. Энергия вот этих талантов позволяет развиваться и науке в атомной энергетике, и воспитывать подрастающее поколение, и развиваться атомные отрасли. В литературном конкурсе могли принять участие все желающие десногорцы. На суд жюри было представлено около 30 работ – эссе, заметки, стихи, песни и очерки. Первое место заняли Светлана Кадочникова и Светлана Головачева. Второе место у Константина Маяченкова и Светланы Найденовой. Третье место у Светланы Гринченко и Ярослава Команенкова. Им вручены дипломы и ценные призы от руководства и профсоюза «Смоленская АЭС». Все участники выступили со своими произведениями. Прозвучали стихи о смысле жизни, любви к родному городу, наполненные гордостью за «Смоленскую АЭС», за достижение энергетиков. Прекрасным аккордом вечера стали душевные песни под гитару в исполнении Константина Маяченкова. По мнению Ярослава Команенкова, литературные конкурсы дают возможность начинающим авторам раскрыть талант, поделиться творчеством с окружающими. И важно, что станция поддерживает их желание творить и развиваться. Искусство поднимает любого человека на ступень какой-то определенной жизни, и он должен стремиться достигнуть какой-то ступени, не остановиться на этом. И он должен именно какие-то хорошие качества находить и всячески их поддерживать, выдвигать. В 2019 году конкурс «Энергия таланта» продолжится. Следите за новостями в «Смоленском АЭС», ждем уже знакомых нам и новых поэтов и писателей. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.